Итак, глина, образцы глины, в принципе, немножко видно, что недопеченное, ну, неважно, на молоке, без молока, и там будет отдельно ручная лепка, ну, примерно параметры уже известны, то есть, сейчас тоже отдельно все это покажу, станок у нас будет и GPT-50LP, линза F163, куча-куча, на самом деле, здесь есть нюансов, сейчас сделаем тест просто текстовой гравировки, даже сделаю поменьше немножко размеров, чтобы было понимать, хотя, в принципе, остальных есть, там будет тоже понимание, просто уже, немножко поэкспериментировал, здесь, по-моему, тоже тесты проводил, вот, то есть, в целом, понимание какое-то есть определенное, вот, сделаю гравировку текста, сделаю гравировку картинки, ну, скажем, высоко детализированной, там, образно говоря, посмотрим, что с этого получится в итоге, вот, и также, соответственно, потом образцы отправлю уже заказчику, вот, по станку 50 Вт здесь, ну, по крайней мере, по тому, что вот этой теме я отработал, если, скажем так, большое будет количество объема, ну, условно, то полтинника будет за глаза более, чем достаточно, если объемы небольшие, маленькие, там, скажем, там, и условно, там, в день будете делать, там, ну, максимум, там, 2-3 горшка, то тридцатки тоже будет достаточно, серия LP, не Q-switch, не серия Q, а именно серия LP. Итак, теперь, вкратце, про параметры, чтобы было тоже понимание, да, в общем, камера, судороги небольшие, да, при съемке экрана, поэтому фокусироваться не буду, что дальше его проще отрабатывать. Созданный текст, формат заливки, опять же, при работе с глиной лучше, конечно, ставить побольше плотность, потому что, ну, скажем так, условно, глина без добавок к ручной работы, там, ну, опять же, условно, скажем так, она гравируется, в принципе, довольно-таки неплохо, вот, и сжечь на большой плотности не рекомендуется, то есть, я здесь ставлю 0,04, потому что при, условно, там, 1-2 сотых начинается стеклование, при том, что у нас мощность всего лишь 50% от 50-ти ваттного станка на скорости 1500, поэтому здесь эти факторы надо тоже обязательно учитывать, иначе гравировка получится черного цвета, либо будет, там, с крупинками, с капельками стекла, там, ну, много других будет косяков, короче говоря, то, что делать не надо. Как только начинается стеклование, соответственно, увеличиваем плотность заливки, либо снижаем максимально мощность. Ай, бля, делга за экран у нас, да, есть такое дело. Идем дальше, кросс-хайдж, двухнаправленный, потому что будем делать много-много проходов для глубокой выборки. Автовращение, ну, ставим, условно, 25%, будет более, чем достаточно. Контуровка здесь тоже будет нужна, так как у нас будут все, эти крупные детали, то есть, детализированная картинка, поэтому здесь контур ставим. Если было бы мелкодетализировано, контур бы я здесь убрал. Вот, нажимаем ОК, проходы будут идти без чистки, чистка здесь идет бессмысленная, затея в ней, она ничего здесь не даст, то есть, там, это не металл, то есть, это глина, поэтому по глине можно работать без проблем. F1, и, соответственно, вставляем фокус и гравируем. Так, буду делать порядка пяти проходов минимально, но лучше сделаю поглубже, даже сделаем по десять проходов, потому что проходы будут делаться очень быстро. Здесь даже 15 проходов будет более, чем достаточно. Размеры картинки 39 на 7 миллиметров. Так, F1. Перепады здесь небольшие должны быть, потому что у нас идет линза 100 на 100. При, скажем, таких вот перепадах, как ромка, там, на тарелках, на каких-нибудь кувшинах, то лучше использовать линзу 200 на 200. Но тогда полотенник свое будет отрабатывать только так. 30 уже будет немножко напряженно работать. Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, у нас 15 проходов. Общее время 56 секунд. Время одного прохода составляет в среднем 3,7 секунды. Глубина, сейчас скажу точнее, приблизительно где-то идет 0,8-0,7 миллиметра. Так, на взгляд, на вскидку, скажем так, условно. Ну, в принципе, нормально. Если хотим запечь, то делаем, соответственно, выборку, потом делаем мощность побольше на небольшой скорости, вот, скажем так, с большой плотностью заливки, чтобы нам именно получить остекление металл... Ой, металл, блядь, остекление глины. Сейчас тоже все варианты продемонстрирую, как-то получается. То есть, делаю порядка, ну, условно, скажем, 8 проходов. И после 8 проходов сделаю слой немножко с большей плотностью. Так, ну и, собственно, проход. Конечно, для этой глины это перебор было, стеклование. Но, в целом, выглядит красиво, попирало очень много здесь структуры. Вот, ну, блин, интересно все-таки, классно же. А так, в целом, если сделать поглубже и немножко поменьше мощности для стеклования, то будет тоже красиво выглядеть. Но, кстати, лучше, чем на кирпиче. На кирпиче такого варианта не добиться, потому что кирпич почему-то сложнее гравируется в этом плане. Скорее всего, застава песка, там очень большое количество песка и другого по примеси. Так, ну, собственно, что теперь. Переходим к тестам, ко второй части, то, что тут на молоке. Сначала гравируем просто текст. Тоже там порядка 15 проходов. Сделаем потом небольшое количество проходов с выборкой и чернением. Вот, F1. Звучит лазерка. Звучит лазерка. Продолжение следует... Продолжение следует... От гравировки, но все аналогично полностью так же. Теперь 8 проходов и после 8 проходов делаем чернение. Сейчас немножко уже скорректирую способ заливки, чтобы было поинтереснее и попроще в этом плане. Продолжение следует... Есть. Поехали. Так, F1. Продолжение следует... Ну и собственно само чернение. Продолжение следует... Красиво, красиво уже получается все. Единственное по температуре оно все очень горячее. Но зато уже здесь не выпирает у нас часть нашего стеклования, то есть или стекление, или стекловата это не вылазило. В общем, из структуры самой гравировки будет довольно интересно. Единственное, опять же, на молоке запеклось, а вот край молочка, здесь видно, что оно запекалось. Поэтому, возможно, что здесь бы так сильно не грело материал, чтобы он у нас не оплавлялся. Так, ну и у нас еще есть один вариант, это для ручной лепки. Тоже 15 проходов. Единственное из нюансов, у нас это все побито пришло почему-то, ну прям вдребезги. Поэтому из целых элементов осталось очень мало. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ну по принципу то же самое, только выбирается он почему-то гораздо легче и гораздо быстрее, хотя структура немножко отличается. Вроде бы прикольно. Сейчас с тыльной стороны закатаем, получается, гравировку. Сразу сделаем уже с чернением, опять же пойдет ли стеклование, здесь под большим вопросом. Немножко вот так вот сделаем, потому что фокус надо хотя бы соблюдать. Угу. Угу. Юл. Юл. Ну и собственно проход чернения, как и в предыдущем разе, единственное, я сейчас надо чуть-чуть изменив оппет параметры, самую малость, скорректируем под наши задачи. Ну в принципе все практически то же самое, вот здесь стекло почему-то затекло именно вот внутри, как будто бы, скажем так, условно оно туда втекло, прям красиво-красиво получилось, в отличие от таких вариантов, то есть здесь оно прям выпирает очень сильно, изнутри его прям прет, албасится и то же самое, что и здесь, оно также очень сильно выпирает. В ручной лепке конечно само стеклование происходит гораздо интереснее. Ну по структуре, думаю, можно понять, что все-таки здесь поинтереснее сам вариант чернения. Так, ну и собственно сейчас закатаем макет, посмотрим как это все будет выглядеть с макетом уже. Итак, для понимания заливки назначаем маркером номер 0, плотность заливки ставим, для выборки достаточно будет 0,04 мм, маркером также 0. Способ заливки двойная непрогривистая с галочкой кросскач, контуровка, пускай будет в конце условно, автовращение обязательно здесь нужно будет, без него не поработаем. Так, ну готово, это раз. Так, соответственно нужна будет чистка, ну либо чернение, скажем так, условно так. Следующий слой, здесь конечно слишком много у нас залитых цельных векторов, плотность ставим побольше, 0,8 мм, для того чтобы у нас глина успевала, скажем так, спекаться, образоваться шлак, то есть тем самым получаем стеклование. Контуровка, я бы на самом деле здесь не делал бы, то есть я отключил бы сказать, что кросскач здесь не нужен. Делаем это все в один штрих, маркером номер один, даже можно здесь, в принципе, нам не важно качество, поэтому делаем двойной штрих, быстрее будет процесс. Автовращение здесь нам не нужно, угол 0, вот, и получаем такой вот вариант второго слоя, его потом применяем уже отдельно. Скорость 500, мощность 50, частоту чуть-чуть поднял повыше, хотя можно получать максимальный Q-пульс, то есть при 40 кГц, что в принципе будет оптимально. Есть, ну и переходим, соответственно, к гравировке. Количество 15 выборок делать смысла нет, слишком много будет, этот процесс будет идти очень долго, поэтому порядка пяти выборок буду делать каждый раз, то есть буду делать пять выборок материала с автовращением, соответственно, и потом второй делаю пять выборок и, соответственно, ставлю туда чернение, ну, либо стеклование, скажем так. У нас главный показатель это все-таки фокусное расстояние, не забываем про него. Так, ставим пять выборок, F1, совпали по макету и, соответственно, запускаем F2. Так. Продолжение следует... 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 Ну и, собственно, чернением. Поехали. Продолжение следует... 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 итак финальный вердикт касаемо работы с глиной если это все делать в принципе ну скажем выборка просто обычной без стеклования без ничего то в принципе справится и 30 как и животного стекло слетает если мы работаем по большим поверхностям стеклования возможно только лишь при полтиннике при определенных опять же условиях гравировки по данному материалу допустим сейчас данная черепушка у нас она довольно горячая прям нагрелась там хорошо вот но подбор параметров требуется в любом случае опять же где у нас допустим были кратковременные проходы здесь по краям дерева то соответственно там более черная более насыщенная структура там где нас более медленно двигалась соответственно у нас будет с образованием ваты вот то есть вариант когда у нас не настроены то есть соответственно на все пошло по бороде дальше выборка чистая без проблем возможно то есть здесь сложности его нету работа с глиной скажем условно там тоже проблем не создают никаких абсолютно выборка идет легко то если подлить на которую за деле н для лепки единственно сделать это короче составе тоже само извести там много есть а накажет никак не влияет на гравировку но повлиять данное изделие будет мочиться будет разрушаться соответственно за счет извести ну в целом работать можно то есть либо 30 либо платить здесь будет идей по поводу чернение то соответственно полтинник если идея по поводу чернения не будет. Просто будет выборка, условно скажем, выборка, то можно делать на тридцатке. Но опять же с молоком чернение здесь что-то плохо заходит, мне не нравится, контрастности нету. Вот, если брать просто обычную, то в принципе возможно так и так, то есть любые варианты. Но вопрос количества проходов всегда важен.